Широкий арсенал ударной и борцовской техники. Поединки в полный контакт. Чемпион Европы Саладин Абушев принял вызов за день до чемпионата, но был готов к любому повороту событий. Победа в Каспийске стала для воспитанника Булата Гаджиева третьей на республиканских соревнованиях. Теперь спортсмен из Карабулахкента идет за третьим золотом чемпионата страны. Честно говоря, готовился к другим боям по профессионалам. Там соперник снялся. Вот пришлось по любителям хотя бы продышаться. Вот результат упорных тренировок. Если для титулованных уши-сандаистов чемпионат Дагестана стал проверкой сил, то для многих других он служит трамплином. Это возможность пройти отбор на чемпионат страны. В острой конкуренции свои силы пробуют порядка 150 спортсменов. Лучших определяют в 11 весовых категориях. Таких турниров у нас много. Мы побольше стараемся приурочить наши чемпионаты даже к памяти людей, которые что-то сделали для республик. Оставили наследие, историю, свой вклад. Поэтому сегодня этот турнир мы видим. Пришел прекрасно. И столько участников, столько людей, которые здесь любители спорта, которые здесь находятся. Кому они безразлично. Все они здесь поддерживают. Умение бить и валить, но оставаться при этом на ногах. Дагестанская школа уши-санда подарила миру немало ярких и зрелищных бойцов. Муслим Салихов свои навыки успешно применяет в ММА. В лиге UFC пятикратный чемпион мира идет на серии из пяти побед и входит в топ-15 лучших полусредневесов. Это мой вид спорта. То, что я делаю в октагоне, это то же самое, что я делал вот здесь на помосте. Просто я все адаптировал под ММА. То, что обычно делал в этом виде спорта. Лишнее убрал, что-то добавил, что должно быть. И как бы это реально стиль уши-санда, то, что я стараюсь показывать в боях. Лучше других на этом чемпионате Дагестана выступили спортсмены из Махачкалы. На счету воспитанников столичных спортклубов четыре медали высшей пробы. На одну меньше у спортсменов из Кизляра. Турнир в Каспийске открыл новые имена, которые, несмотря на молодой возраст, вполне способны заявить о себе на всероссийском уровне. Это мое первое выступление по взрослым. В этом году перешел. Провел два упорных поединка. Было очень тяжело. Соперники были хорошие. Следующим стартом для дагестанских уши-сандаистов станет чемпионат СКФО. Соревнования пройдут в марте в Махачкале. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов и Шамиль Курбанов. Телеканал ННТ. Каспийск.